здравствуйте друзья здесь демитков юрий вот сегодня у меня опять в гостях валерий клайдович с которым мы недавно брали интервью я я у него спрашивал по поводу социально-накопительных программ в австрийской компании и возник целый ряд вопросов которые ну люди интересовались деталями и ну вот один из вопросов скажем а какие суммы там речь шла о 5000 долларов например но может быть есть какие-то меньшие суммы добрый день всем сегодня открытием на вопросы по конкретнее вот что касается сумма этих программ это просто прошлом интервью я сказал что стоимость этих программ в среднем я привел 5000 долларов на самом деле программа начинается от 300 долларов и заканчивается 10 тысячами это платежи годовые это надо четко иметь в евро от 500 евро до 10 тысяч евро в год то есть на самом деле разбежка с шагом 100 долларов либо евро каждый может с по своему по своим возможностям выбрать себе подходящую программу хорошо еще задавали вопрос а как же производится платежи то есть мы здесь в россии оплатить надо деньги переводить в австрию каким образом их переводить ну чисто физически нет ничего проще касается перевода денег сегодня можно деньги отправить достаточно просто дело в том что у нас есть законное право значит открывать такие накопительные программы и соответственно переводить деньги необходимое место то есть компания значит каким образом это реально работает каждый человек то есть каждый участник программы каждый желающих открыть такую программу открывает свой собственный счет в банке в любом может быть у него уже есть месяц валютный счет и по соответствующим реквизитам делает платеж соответствии с заявлением компанию все просто деньги приходят быстро на второй день они скажем можно перевести через сбербанк правильно сбербанк в это бы то есть любой банк российский банк абсолютно надо обязательно иметь ввиду что все банки у нас проходят вернее все платежи проходят у нас валютный контроль поэтому этот платеж тоже будет проверен на основании чего он делается . как раз те документы которые мы оформляем они являются основанием поэтому никаких возражений и задержек поэтому повода не будет то есть все абсолютно законно абсолютно нормально через обычный сбербанк никаких тут странных схем нет абсолютно хорошо смотрите компания находится все таки в австрии мы находимся в россии не надо ли нам ехать в австрию зачем-то как вообще общаться в австрии говорят на немецком языке как нам общаться с компанией ну этот вопрос достаточно часто задают что мы ведь здесь они там в этом наверно есть своего рода преимущество что как раз мы можем их услугами воспользоваться значит языка для этого знать какого-то иностранного абсолютно не нужно русскоязычный сервис обеспечивается компании плюс ко всему документы которые мы оформляем но они оформляются латиницей но значит там все абсолютно ясно потому что есть русский экземпляр где абсолютно понятно что нужно ответить простые анкетные данные типовое абсолютно заявление международного образца не вызывает никакого никаких вопросов то есть языка знать не нужно более того когда будет открыта уже эта программа значит дальнейшее взаимодействие с компанией возможно просто помощью звонка или переписки на русском языке конечно хорошо а что нужно сделать для того чтобы открыть такую программу вообще ну все значит все достаточно просто на первый взгляд хотя самым главным здесь это не не оформление даже документов а решение о принятии ну необходимости или понимание необходимости действовать таким образом потому что накопительная программа это долгосрочная инвестиция которая будет обеспечивать в дальнейшем скажем какую-то стабильность возможно проживание будет какая-то страховка семьи конкретного человека в этом самое главное это решится мы после того как принято решение что такая программа нужно значит дальше это уже технические вопросы то есть обычная как я уже говорил типовое заявление оформляется вам обратиться значит нужно обратиться для этого вопроса к специалистам которые занимаются финансового консультирования можно обратиться можно обратиться к нам вот мы как раз и есть такие люди то есть мы значит подскажем и расскажем как это нужно сделать потому что никаким оформлением договоров мы на самом деле не занимаешься все делает конкретный человек только он должен понимать как это ему сделать большинство людей как раз это пугает потому что они не знают и действительно как можно сделать то о чем ты понятия не имеешь мы рассказываем как каков механизм люди заполняют необходимые документы значит и дальше они переправляются дичей почты в австрию либо нами либо люди сами отправляют как как им будет удобно до получения этими конкретными людьми уже полиса и соответственно прямых отношений с компанией ну я задал вот те вопросы которые мне получили возможно возникнут еще вопросы поэтому ну я хочу еще раз объяснить что мы можем помочь с открытием такой программы в австрии и можем ответить на дополнительные вопросы ну непосредственно можно задавать вопросы мне можно непосредственно вот валерию клайдовичу если вы ссылочку я на его youtube канал напишу в описании к данному видео подпишитесь пожалуйста на его канал и можете пожалуйста если сошлетесь на меня спрашивать у него любые вопросы касается которые касаются этой программы потому что ну он на самом деле больше специалист чем я в этом деле я просто консультант работы вот но надеюсь что было полезно подписывайтесь на канал к валерию клайдовичу ко мне и если интересует задавайте вопросы мы ответим до встречи всего хорошего до свидания